Всем привет! Всем привет! Хорошо меня слышно. Да, с отставанием идут немного сообщений, но ничего страшного. Основные новости, наверное, уже знаете. Сразу же идем на иконами календарь. Сегодня у нас пятница. И employment situation – общая новость по рынку труда. Значит, у нас серьезно выросли non-farm payrolls. Консенсус был 135 тысяч. Актуальное значение – 243. Общий показатель employment rate ожидали на уровне 8,5%. На данный момент актуальное значение показывает 8,3. То есть, общий показатель основной самый. То есть, буквально еще недавно 9% была у нас безработица. На данный момент уже 8,3%. То есть, эта новость очень даже хорошая. И аналогично у нас private payrolls. Это ведомости по выплатам заработных плат в частном секторе. Тоже 150 тысяч консенсус здесь ожидали. И реальное значение, которое считалось – 257. То есть, на этом фоне у нас, естественно, 8,30. Сразу же очень серьезной свечой вырос ETF SPY. И, соответственно, сам индекс S&P 500 сейчас очень серьезно пошел в рост. То есть, этот показатель, я так понимаю, очень серьезно ждали. И, в принципе, индекс Dow Jones об этом и говорит, что как только начал у нас исправляться данный показатель, то есть, потихоньку занятость у нас начала увеличиваться, безработица уменьшаться, с этого момента у нас такой вот по рынку, по основным индексам пошел trend up. Значит, конечно, сигнал был еще ранее, в принципе, на инвестиции. Сейчас уже ожидаемый результат, он уже, скажем так, пришел. Значит, исходя из этой ситуации, естественно, нужно у нас как-то определиться и с отчетными компаниями, и с теми компаниями, которые по рынку вообще ходят без отчетов. То есть, это очень довольно-таки интересный показатель сегодня был. И могу сказать, что объем это в рынок в любом случае принесет. Поэтому день должен быть довольно-таки неплохой. Значит, ну, в любом случае, начинаем с отчетов. Вчера после закрытия рынка не так много компаний было, но все-таки они были. Значит, есть у нас уже EW. Небольшой гэп. После закрытия рынка также PKI есть постмаркет, но без объема KEX. Пока еще ничего не ясно. Сегодня и commodities, и банки, скорее всего, первыми будут показывать серьезные сигналы. И довольно-таки неплохие импульсы сегодня могут быть на открытии после такой новости. Это однозначно. Значит, Sun это тоже у нас нефтяная компания. Это market and refining. Переработка и продажа нефти. CPT. Пока ничего не ясно. Так, SF и SF недавно ее купили. MSR тоже есть у нас уже. Такой вот премаркет. Тоже видите, как акция находится на верхах. Далее CFN. Не так давно на брифинге у нас была. GNW. Довольно-таки неплохой премаркет, можно себе ее выписать. Так, SXC, CNW и NetSuite. NetSuite, кстати, очень веселое IPO было у этой компании. Было это давно, но в первые же дни там очень серьезно она шла в рост. Это по поводу IPO. Постоянно спрашивают о Facebook, как это может происходить. Вот, обратите внимание, как это может происходить. Акция начала торговаться приблизительно с 26 долларов. В этот же день взлетела до 35. И еще на следующий день с 35 до 45. И только после этого начала откатываться. То есть это два первых дня. За два первых дня акция прошла 20 поинтов. Притом покупка была просто нереальная. Буду ли я торговать IPO? Посмотрим, я не знаю. Я вчера ее торговал. Довольно-таки неплохой стак, конечно. Почему? Потому что там есть ситуация на дневке. Два дня последних ее торговал. Вчера не с утра, а увидел уже импульс немного позже. И на ней тоже заработал. То есть эту акцию я, по крайней мере, с портфеля не отпускаю. Так, HNT. Если какой-то стак находится в какой-либо ситуации, у него еще есть объемы, его там видно направление, то есть видно импульс, куда эту акцию нельзя отпускать до тех пор, пока она что-то делает, дает деньги и так далее. Не так давно у нас была ситуация в акции RCL. То есть она постоянно там ниже открывалась и потом шла в рост. То есть обратите внимание, вчера был gap down и акция целый день шла в рост. Я не удивлюсь, если она сегодня тоже после вчерашнего дня будет продолжать движение. То есть я однозначно бы ее сегодня рассматривал. Так, HNT и L. И L есть у нас gap, при том против рынка. Далее AON. Здесь пока не совсем ясно. B и M. Непонятно. WY. Есть премаркет, но пока еще так себе. SPG. Не ясно. MAC. И AXL. Немного непонятно, что тут происходит. Так, смотрим то, что вы сбрасываете. H&K. Short Squeeze может быть, но я даже не знаю. Внутри дня она мне не очень нравится. CCL. Это в одном секторе Sarsel торгуется. Тоже может также продолжить рост. Так, CCJ. 24.00. Интересная цена. Совершенно верно. Соглашусь. Сегодня по фьючерсу можно ее смотреть, если она, конечно, сразу же с gap большим не откроется. Далее AT. Так, что у нас с AT. Пока тут не совсем ясно, что происходит. 15.00. В принципе, может на New High выйти, но внутридневное движение и потенциал в этой акции мне не очень нравится. Вчера очень классная акция, кстати, была RAX. То есть там и по дневке она проходила левел. И обратите внимание, вот эти вот точки входа, они просто идеальны. 46.50. 46.00. Когда акция по тренду ложится на уровень поддержки, отсюда выходит далее. Отличная вчера была AMP. Там вчера онлайн видео я сбрасывал. Можете посмотреть. Там утром был очень серьезный шорт. И отличная точка входа у нее была уже на вечернюю сессию. За полтора часа до клоуза была отличная база. И акция отсюда прошла тоже более поинта. То есть очень отлично. Здесь можно было с небольшим риском. Тут можно было заходить по 26 центов. Правда здесь Opticru. Ну 26 центов здесь бы распечатало. То есть там был момент, я видел. И в 32 цента уже стоп. За вот этот вот сквизик. По 31. GRPN. GRPN. Да, вот отличный момент. Тоже на повышение объема идут свечи уже растянутые. Видно, как акция после отката выходит наверх. Вчера можно было это движение уже ожидать. Сегодня, честно говоря, не знаю. Но, в принципе, по фьючерсу однозначно пока смотрится в рост. Так. RDC. Такая довольно-таки активная акция сама по себе. Очень может сильно она двигаться. Уже вчера был тоже сигнал. Позавчера был сигнал повышения объема. И тоже свеча очень интересно выстрелила выше. То есть вот этот день это уже хороший сигнал был для продолжения движения. На вчерашний день. Так, далее. BCO. Так. BCO. Однозначно неплохое вчера движение. Объем есть. Сегодня можно наблюдать. Это акция с импульсом. Могут сегодня либо возвращать, либо продолжать движение. LVS. Это отчет. Не так давно был. Тоже обратите внимание. Но это уже на любителя акция. То есть можно ее смотреть на то, что будет проходить она выше. Но, честно говоря, я ее не очень люблю наблюдать. Так. И пикайте. Вчера здесь что-то серьезное произошло с этой акцией. Постмаркет. И сегодня уже пытается на премаркете вернуть. VRTX. Тоже у нас фармацевтическая компания. Есть премаркет, есть постмаркет. Это новостные акции, скорее всего, это отчеты. В принципе, их анализ ничем не отличается от тех, которые торгуются на Нью-Йорке. То есть, это NASDAQ. Кто торгует NASDAQ, однозначно, это сигналы для того, чтобы в этих акциях быть. Потому что здесь будет просто действительно движение. Надо просто дождаться точку входа. То есть, если точка входа будет, то однозначно движение может быть серьезное. Так, BCO уже смотрели. PWE. Да, есть тут 22.00 на Дневке. Обратите внимание. То есть, вот, акция может пройти. По фьючерсу смотреть ее можно. На пробой. Так, WBC. Тут не совсем понятно. CBL. Сегодня эта акция может хорошо пойти. Это у нас, если не ошибаюсь, Real Estate Investment Trust. Это финансовый сектор. Так, DHX. DHX. Это же отчет у нас вчерашний. Тоже неплохое движение было. Однозначно можно наблюдать по импульсу. Либо возврат, либо продолжение. Это вчерашний отчет у нас. KWK. Тут идет формация разворота на Дневке. Однозначно сегодня можно ее наблюдать. KWK. По фьючерсу очень серьезно подходит. Тем более она дешевенькая. Может неплохо пройти. ARG. Тоже неплохое движение. И посмотрите, здесь тоже есть левел. Но по фьючерсу, вот если бы было отрицательный фьючерс, было бы немножко лучше. Но ничего страшного. Тоже может пройти, если она сильная, то и против рынка пойдет. Откроется просто немного выше. И оттуда продолжить движение в Short. В Low, кстати, она закрылась. То есть может это даже к лучшему, потому что даст более лучшую точку входа. В любом случае нужно наблюдать. Хорошо, тогда насчет акций мы закончим. Буквально сейчас посмотрим еще пару у нас. Какие у нас есть гэпы сегодня. По фильтрам. Может что показывает. Значит, Caterpillar пока Gap Up. SAP, если не ошибаюсь, у нас традиционно. Это ADR у нас. IX. В первый раз вижу. И, наверное, слава богу. Ничего здесь хорошего нет. Далее. LPL. Тоже ADR. TOT. TOT, обратите внимание, тоже есть уже здесь. Там практически всегда есть. Действительно. WAG. Фармацевты это у нас. И вот тут можно эту акцию выписать. Значит, посмотрю сейчас, что у нас по... Так, Gainers. Значит, смотрим лузеры. Так, RR она тонковатая у нас акция. Значит, естественно, у нас уже банки. Citigroup. Можно все остальные смотреть. TSN. FCX. Тренаж Cruyff. Ну, вообще. То-то... Ну, конечно. Тренаж. так тсн понятно в принципе больше ничего я такого не вижу интересного чтобы у нас могло быть просмотрим еще две акции м с это у нас большая химия интересная здесь конечно ситуация поднявки так похоже на то что где-то сквиз вот так и хочется чтобы так сквизанула выше на лонг посмотрим будет это или не будет jlw тоже разворачивается и уже есть при маркет хотя без объема и джемки так джемки тоже у нас неплохо смотрится на шар ты но при таком фьючерсе надо смотреть что она будет делать значит осталось у нас много 30 минут до открытия рынка советую в это время еще более подробно просмотреть что у нас по рынку в целом потому что фьючерс у нас интересно так на блумберге думаю он уже обновился до уже плюс 12 до 12 и 5 пунктов есть это очень даже неплохо то есть импульс у нас достаточно достаточно сильный теперь надо смотреть как будут вести себя отчеты на таком фьючерсе как будет открываться индекс и что он после первых свечей роста будет делать уже он это и покажет основную такую дневную тенденцию хорошо в основном да в основном только бумаги с ресерчем потом уже начинаю смотреть свой портфель с вчерашних позавчера вчерашний позавчерашние акции которые там с объемом были потом заложу ищу смотрю то что сегодня с объемом тех чтобы не видел то есть на протяжении всего дня просматриваю все свой портфель сегодняшний ресерч и также те акции которые сегодня торгуются с объемом как песня называлась джей джей стил до есть же видео каждый день практически делаю видео трейдинга вот вчерашний день здесь был 0 2 0 2 до самого утра в основном делаю сделки и первые полчаса в принципе в отчетный период как по мне это самое хорошее время для того чтобы скажем поймать увидеть четкого покупателя продавца и разбалансировка между спросом и предложением до присоединяюсь всем естественно отличных торгов сегодня ясности побольше и самоконтроля все всем спасибо и хороших сделок и до встречи